На фронте армрестлинг, да, то есть тяжелая напряженная борьба, пока кто-то не даст слабину, где-то не будет дырка, вот, сегодня мы видим, что, в общем-то, ни тем, ни другим серьезных успехов добиться не удалось. Или, может быть, я не прав. И забегая наперед сразу, на ближайшие пару месяцев я бы и не прогнозировал, вот, ни для одной стороны каких-то существенных прорывов, скажем так. Ага. Путин говорит, что российские силы все контролируют, полностью владеют инициативой после неудавшегося украинского контрнаступления. Что он имеет в виду? Или опять лжет? Ну, пусть он это расскажет, где-нибудь он приедет, например, в то самое село Крынки, которое он в своей предновогодней речи четыре раза по Фрейду сбивался. Помните, я имею в виду не там под елочкой речь, а вот эту большую программную вот в конце декабря, где он там, как положено государю, говорил там о большой геополитике, там о переделе мира. Вот из всех наших городов упомянул только вот город-миллионник Одессу, вот в контексте русского города. И четыре раза упомянул село Крынки. Вот. Это вот именно был Фрейд такой классический, когда... А что... Да чтобы вы понимали, село Крынки на Херсонщине, это четыре улицы. Вот четыре таких длинных параллельных улицы, вот ни одного дома выше двух этажей, вот не было, я имею в виду даже не то, что сейчас там осталось, а вот до войны даже не было, ни одной трехэтажки. Именно вот маленькое село. Так вот, они четвертый месяц не могут оттуда выбросить наших морпехов, которые там поздарм держат. Вот. И на этих четырех улицах уже одна вознужно-десантная дивизия полностью осталась. Вот как бы поэтому, да, пусть он там расскажет, что они все контролируют. То есть это и есть контроль, значит, по-путински контроль ситуации. Да. Тем временем поздарм медленно, но верно расширяется, кстати. Вот. Пока, правда, не так в глубину, а вдоль Днепра. То есть мы сейчас делаем так, чтобы, ну сейчас уже четыре точки, где на левом берегу наши ребята держатся. И сейчас речь идет о том, чтобы пока что просто всю полосу вдоль левого берега Днепра, вот ту, которая очень долго была как бы серой зоной, но вот пока, вот вот ее пока осваиваем. То есть чтобы она перестала быть серой зоной, а вся стала таким длинным поздармом, вот по сути почти от новой Каховки и до голой пристани внизу. Это вот если кто по карте нас смотрит. Вот сейчас над этим работаем. Но на других участках фронта там действительно никто не продвинулся, ни мы, ни они за последних вот уже несколько недель. А что, там окопы, да? Первая мировая? Да. Вторая мировая все-таки. Ну да, окопы. Но дело в том, что почему всегда акцентирую на этой разнице. Первая мировая, это вот, да, закопались в окопы, когда из окопов годами перестреливаемся, что называется, как там, инвестникнойс, как Ремарк писал. Вот, нет, не тот случай. Там как раз вот это равновесие, оно очень динамичное. То есть буквально как бы, ну, бои за каждую отдельную посадку, за каждую высотку. И эти посадки и высотки довольно регулярно переходят из рук в руки. Но просто никого не хватает на то, чтобы не просто занять посадку-высотку, а на ней так плотно закрепиться, чтобы еще и дальше двигаться. Каждый раз идут контратаки второй стороны, и вот оно вот так именно из рук в руки переходит, ну, практически постоянно. Вот такой маятник качается. Ну, и этот маятник забирает, конечно, громадное количество жизней. Вот. Вот. И пока что, пока что он забирает гораздо больше все-таки жизней с той стороны, чем наша. То есть понятно, что мы тоже, ну, мягко говоря, не без жертв. То есть, ну, потери существенные, но разница реально в разы. И особенно ярко это на Авдеевке. Честно говоря, для меня Авдеевка, ну, не то чтобы загадка, мы уже привыкли, что у русских, судя по всему, решения четко делятся на две половины. Решения, которые принимают их военные, и решения, которые им спускают политически. И вот единственное для меня логичное объяснение Авдеевки, это только то, что это приказ политический. Потому что, ну, ни один даже российский генерал, ну, все-таки, скажем так, они не гении стратегии, но они не незменяемые все-таки. Вот, вот, ни один российский генерал по доброй воле бы так людей не гробил. Вот, но, судя по всему, воля не добрая, судя по всему, воля государева. Вот, поэтому людей они там гробят по-страшному. Вот, в Авдеевке, чтобы вы понимали, соотношение потерь доходит до 1 к 10. То есть, понимаем. И они все равно продолжают. Евгений, но Вторую мировую войну, Вторая мировая война, забросали трупами, залили кровью все-таки немца? Забросали конкретно трупами, да? Именно так, да. В том числе, да, как раз и трупами украинцев и белорусов. Хотя, почему-то потом это стало считаться русской победой. Да, ну, вот сейчас-то похожа тактика. Солидар, Бахмут, вот их же что же, их именно засыпали трупами. То есть, вот именно русские их взяли, но их взяли именно вот таким способом, вот этими носными штурмами. И знаете, ну, когда я говорю, что засыпали трупами, ну, в данном случае это не фигура речи. Это вот, ну, это вот то, что, это описание ландшафта, это вот то, что я реально, например, на съемках с дроном вижу. То есть, ну, именно просто, да, буквально засыпанные улицы и новые группы идут по телам предыдущих групп, именно физически. Вот они через них перешагивают и ползут. Вот, ну, то есть, да, вот так это не будет. При этом там стоят военкоматы, военкоматы-добровольцы, а в Украине ловят людей, никто не хочет идти на фронт. Просто потому, что уровень жизни повыше, и понятно, что и цена человеческой жизни выше, как бы, ну, тут можно по-разному оценивать. Нет, ну, и людей, в принципе, там, в три или четыре раза меньше вообще, не забываем. Да, да. Так может быть, это все плохо кончится? Ну, это, конечно, да, так, слушайте, а если вам кто-то говорил, что наша победа уже готова, гарантированно, то, нет, ну, разумеется, ребят, это война. Это очень тяжелая война, причем война, в которой компромисса никто не предлагает. То есть, никто не предлагает там встретиться посредине, найти какое-то там промежуточное решение. Российская сторона абсолютно четко озвучила, вот, особенно днями они это просто подчеркнули, вот, уже, вот, для тех, кто очень не хотел в это верить, вот, уже, уже Медведев все точки от Кира ставил. Вот, ну, просто уже, уже без вариантов. Да, да, он прямо заявил, что существование независимого государства на исторических территориях России является достаточным поводом для нападения и сейчас, и через 10 лет, и через 50. Ну, ребята, ну, все, как бы, ну, уже, нять-нять не добавить-то. Чем сбили российские самолеты? То есть, или мы, или они, то есть, вариантов не осталось. Да, 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 или здравый смысл, или орки. Чем сбили российские самолеты? Бабченко написал у себя, что F-16, что прилетели, как вам кажется, что там? Нет, нет, насколько, ну, скажем так, инсайда у меня нет, давайте сразу уточню, но есть уже практически консенсус, скажем, в экспертном, так сказать, обществе, что это третья операция, которую можно, третья уже подряд успешная операция, которую можно назвать как блуждающий патриот, вот. Дело в том, что, на секундочку сделаю вообще такое отступление, дело в том, что то, что вообще небо у нас под головой достаточно чистое, там время от времени прилетают какие-то ракеты, но чечены, сирийцы, наши мариупольцы, они могут объяснить, что такое по-настоящему, когда небо не контролируется. Это не когда про прорыв отдельной ракеты, это когда русские бомберы над головами просто спокойно прилетают, работают, сносят все. Так вот, мы такого не видели ни одного дня. Наши воздушные силы просто небо над тылом держат очень жестко, русские самолеты даже не пытаются линию фронта пересекать. Так, благодаря чему это все? Потому что с первой минуты этой большой войны наши воздушные силы работают в партизанском режиме. Дело в том, что наша ПВО должна была исчезнуться в первые часы вторжения. Вот вся первая большая волна ракет, вот несколько сот ракет, они все шли как раз по нашему ПВО. Но оп, пока они долетели, они никого дома не застали, все погулять вышли. Вот реально просто ни одна пусковая не стояла на месте, ни один РЛС не стоял на месте. Вот их все. И вот с тех пор, с первого дня войны, у нас вся ПВО работает в таком полупартизанском режиме. Движения. Потому что все время прячутся, все время прячутся. Так вот, поэтому, когда до нас доехали патриоты, мы научились и с ними так работать. Вот мы первые так делаем на самом деле, потому что у наших союзников патриоты обычно стоят стационарно. Вот их куда-то привозят и минимум на несколько месяцев разворачивают, а то они и годами на одних позициях. Но мы себе такого позволить не можем. Мы понимаем, что застоимся на месте, прилетит. Вот рано или поздно прорвет таки. Соответственно, мы научились, патриоты тоже сделали партизанскими. Вот вам, как белорусам, это должно быть хорошо, тоже близко и понятно. То есть, получается, что фраза знаменитая «никогда не знаешь, откуда прилетит» для россиян сегодня очень актуальна. Да. И вот первая такая операция с блуждающим патриотом была на Брянщине, когда там резкий вдруг был самолет опад, пять бортов за день. Вот больше только вот тот легендарный Пригожинский зенитчик сбил. А на втором месте после Пригожинского зенитчика была вот эта наша операция на Брянщине. И все. И после этого Сумскую область больше не бомбят кабами. Дальше вторая операция была как раз совсем недавно над Херсонщиной. Когда за один день три сушки упали, и резко поменялась ситуация на нашем Леводережном плацдарме. Его тоже почему-то перестали бомбить. Просто вот нелетная погода теперь над Херсонщиной всегда. И вот третья операция, это вот над Азовским морем. Но это вообще блестяще просто. То есть, там этот А-50 его по факту выманили. Там грохнули ракетами три РЛСки в Крыму. И им пришлось вот этот летающий большой РЛС подтянуть ближе, чем он обычно работал. Вот, для того, чтобы компенсировать отсутствие крымских РЛС. А там его уже как бы ждали. То есть, его сбили в точке, которая 137 километров от фронта. Вот радиус действия Патриота 160 километров. То есть, вот сами дальше посчитайте. То есть, да, мы рискнули, мы подтянули Патриот буквально за два десятка километров от линии фронта. Но оно оказалось абсолютно оправданным. Все, понял, вопросов нет. Есть, такая F-16. Доставили или нет? Нет, еще летят. Вот чего нема, что того нема. Ну, ладно, что тут обсуждать того, чего нет. Будем просто надеяться и ждать. Нет, ну мы их ждем, мы их очень ждем, но они еще в полете. Да. Беларусь. Вот, смотрите, что происходит. Вообще, все начинается, мы этот год начали с прогноза американского журнала Foreign Policy, который написал, что в 2024 году Путин, скорее всего, окончательно надавит на Лукашенко, чтобы тот поучаствовал в войне. И вот мы видим, белорусы, не белорусы, нет, Лукашенко, включает в свою новую военную доктрину ядерное оружие. Это что-нибудь меняет... Простите, которого у него нет, я правильно понимаю? Не знаю, нет, говорят, что есть. Никто точно не знает. Ну, вроде как и американцы написали, что стоит там где-то под лидой. Нет, нет, я не про то, что оно стоит на территории Беларуси. Простите, кнопку Лукашенко никто не давал. Российское ядерное оружие действительно развернуто на территории Беларуси. Это совершенно не то же самое, что Лукашенко и может распоряжаться. Американское ядерное оружие... Ну, только вот мелочь, оружия нету. Вот ни у нас, ни у него. Ну, а не означает ли это, что он как бы окончательно уже, типа, все, я под Владимиром Владимировичем. Вот, на тебе, на тебе. Думаю, наоборот. Это вот его очередное петляние. Вот, не забываем, что... С чего начинал ваш диктатор? Вот, он начинал как председатель колхоза, которому не раз приходилось дурить разные проверки из центра. Вот, из центра спускают всякие идиотские задачи. А его задача сделать ИБД, имитатор бурной деятельности. Вот, и пропетлять. Вот, в этом плане он действительно, ну, просто совершенен. Вот, я думаю, что это его очередные танцы с бубном, чтобы и Владимир Владимирович, как бы, остался доволен. И в реальности, все же таки, Беларусь в войну так и не вступила. Во всяком случае, уже два года он именно этим занимается. Ну, и надо дать должное. В этом он пока преуспел. Беларусь напрямую не воюет. Белорусская армия не участвует. И я думаю, что пока русские его не сместят, оно так и будет, я думаю. А вот сместят или не сместят, это второй вопрос. Это вопрос, да. Это действительно второй вопрос отдельный. Военные при этом поехали, ну, поедут вскоре на обучение в Россию. Опыт перенимать получили. Уже поехали. Усаживали. Поехали уже, да? А я что-то думал, что еще поедут. Усаживали красиво. Да. Чему русские могут научить белорусов? Как говорится, отрицательному наступлению такому, да? Я думаю, что если бы они реально хотели перенимать боевой опыт, они бы ехали сюда в боевые порядки. Они бы поехали в Россию. То есть, я думаю, что опять же это вот все, вспомните, сколько совместных учений было. Это вот все из той же оперы. То есть, демонстрация активного сотрудничества, чтобы Кремль не мог заявить, что Лукашенко уклоняется. Не-не-не, работают, готовятся. Ну, а на самом деле, конечно, то, что он предоставил территорию и то, что он отдал, по сути, всю боевую технику и запасы боеприпасов, это, конечно, реальная, существенная помощь России. Но все-таки это большая разница по сравнению с прямым участием белорусских военных. Ну, слушайте, тоже непонятно. Сначала наши учат ихних, а потом едут к ихним тоже учиться. Ну, перенимать опытом. Что именно обмен опытом. Да, как студенты, знаешь, туда-сюда приехали, и там, и там потом деторождаемость повышается. Ну, нормально. Не-не, мне эта чехарда не укладывается. Ну, вот так, да. Не, ну, я согласен с Кремль в том, что он все время ловко лавирует. Вот, да, смотрите, вот мы здесь, значит, ядерное оружие, давай, поучиться, давай, давай на нашей сначала территории, через полгодика на вашу. А давай, пойдем к тебе, сейчас пойдем. Да, потом на границе чайку попьем. А у меня уже были, пошли завтра к себе. И создается впечатление, что постоянно, Владимир Владимирович, я с вами, мы тут все под контролем держим, да, на самом деле, вот таким образом петляет. Ну, ладно, хорошо, давайте. Есть у меня один знакомый литовский общественный деятель, без согласия я не буду его называть. Он как раз по этому поводу говорит, что, ребята, говорит, вы тут зря в Украине недооцениваете Лукашенко. Вот вы увидите, он еще станцует вальс на похоронах Путина. Ну, это не единичное такое мнение, да, есть люди, которые полагают, что так оно и будет. Ну, посмотрим, посмотрим, смотря где хоронить будут. Вот это дело. Да, и будут ли вообще, да. Да, да, кстати, может, 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 и не будет. Он сказал, как и Ленин, после моей смерти хоть чучело. Хорошо. Некоторые аналитики, в частности, вот журналисты Time, назовем их так, аналитиками, полагают, что удары по приграничным российским городам будут все интенсивнее, потому что, ну, сейчас вот все-таки Запад немножко ослабил помощь, залужный примет решение о том, чтобы, ну, как сказать, в Абанк пойти. Как вы согласны ли с таким прогнозом? Потому что мы пока что динамику наблюдаем. Вот вам Белгород, вот вам Курс. Я согласен, дело тут не в Западе. И, кстати, я бы говорил не только о приграничных русских городах. Дело в том, что сейчас пошла с двух сторон, пошла гонка оборонных промышленностей. Вот, и в этой ситуации, ну, не можем мы себе позволить, все время позволять, чтобы ракеты долетали, а дальше собьем, не собьем, сколько собьем, чтобы танки доезжали, а дальше уж только потом на фронте их уничтожать. У нас четко стоит на этот год задача максимально дотянуться до русских оборонных заводов, особенно до критических. Например, в производстве ракет там есть несколько предприятий, где вот каждое одно, если вывести из строя, то устанавливается вся цепочка, то есть они не дублированы. Вот поэтому сейчас над этим, конечно, очень активно работаем и будем дальше работать. То есть тут есть, к сожалению, никто не отменял вот это вот ограничение Байдена о том, что любое оружие, поставленное Западом, мы имеем право применять только на своей территории. Вот бить по территории России западным оружием нам как было запрещено, так запрещено. Ну, так вы свое начали производить нормально. Вот. Так вот, поэтому сейчас, по сути, идет очень много работ и по дальним дронам, и по ракетам. То есть, и это однозначно у нас одна из ключевых целей на этот год. Кстати, судя по всему, русские к этому отнеслись очень серьезно, потому что вот последние две ракетные атаки, вот как раз вот эти, ну, мощные, я имею в виду, вот эти новогодние, они в значительной мере были ориентированы именно на нашу оборонную промышленность. И, ну, будем честными, некоторые результаты оно им дало. То есть были некоторые крайне для нас болезненные прилеты именно по заводу. Вот. Ну, окей, тоже учимся, рассредотачиваем. То есть, да, трудно налаживать оборонку в полупартизанских вариантах, но поскольку у нас, опять же, нет выбора, поскольку нужно, то мы это делаем. То есть, и поэтому, да, мой прогноз, что в этом году будет прилетать в Россию и гораздо чаще, и гораздо дальше. Кстати, пограничные города. Вот город Энгельс никак не назовешь пограничным. А три дня назад туда опять прилетело. Вот два аппарата, как минимум, точно до аэродрома дотянулись. Ну, то есть, ждем подтверждений от союзников, что именно удалось поразить. Но два аппарата точно до аэродрома дотянулись. Хорошо. На фоне всего того, о чем мы сейчас с вами поговорили, на фоне этого бестолкового Лукашенко, который ловко лавирует, значит, Бильд публикует, ну, якобы, понятно, что там секретные, не секретные документы, все это чушь, но тем не менее, во всяком случае, публикует сценарий какой-то, да? Сценарий того, во что может вылиться путинская агрессия, и, в частности, в противостоянии с НАТО. Вообще, заголовок у Бильда такой. Бундесвер готовится к нападению Путина. Это что значит? Это значит, что он все-таки забросает трупами Украину, все-таки что-то отожмет, потом на Сувалковском направлении начнет напрягать, и, в общем, неровен час вступит в войну с НАТО. Как вы, всерьез относитесь к этой публикации или нет? Вполне всерьез, и мы очень рады, что до европейцев наконец-то это доходит. Мы очень рады, что европейцы наконец-то начинают понимать, что Россия остановится только там, где ее остановят. Что никаких других ограничений, кроме чисто физических, силовых, Россия не понимает. До европейцев это очень долго не доходило. Ну, собственно, нам грех им пенять, потому что большинство украинцев до 24 февраля тоже в упор не верили в возможность большой войны. Ну, так а чего же европейцев-то хотеть, которые 30 лет в топовой ланной просидели? Ну, вот, слава богу, они начинают просыпаться вот на почти уже третий год нашей войны. И когда потом были очень смешные эти опровержения, что нет-нет, это на самом деле были просто сценарии маневров. Ну, это вот для любого профессионала это просто было смешное опровержение, потому что как раз сценарии маневров всегда делаются именно под те реальные военные угрозы, которые оцениваются как наиболее вероятные. Вот эти сценарии маневров как раз никогда не бывают фантастичными. Они всегда строятся, там не всегда официально прописываются названия противника, его там могут заменить какой-нибудь там Вайшнори, например. Ну, да, да, было. Но сам сценарий всегда прописывается именно тот, который считается наиболее вероятным. Вот именно к этому и готовится. То есть, ну, а вопрос, когда это станет реальным? Ну, тут есть две разных оценки. Есть оценка, собственно, бундесверовская, же опубликованная несколько раньше, тоже там очередная утечка. Она сводится к тому, что после победы над нами, ну, до которой тоже еще русским воевать-то и воевать, но в случае победы над нами, после этого им понадобится 5-6 лет для того, чтобы восстановить боеспособность армии. И с военной точки зрения, мне кажется, это обоснованная оценка. Вот оно на то похоже. Но есть другая оценка, которая базируется не так на возможностях русской армии, как скорее на политическом авантюризме Кремля. И эта оценка, это про зиму с 2024 на 2025 год. То есть, когда по расчетам русских выберут Трампа, ну, что, к сожалению, вполне возможный сценарий, даже достаточно вероятный. Не такой гарантированный, как в Кремле считают, но возможный весьма. Так вот, выбирают Трампа. И вот в момент перехода власти от Байдена к Трампу, а переход весьма вероятно будет не гладким, переход может быть совсем нетипичный для американской системы, а именно вот с хаосом, бардаком, массовыми отставками опытных профессионалов. Вот. И вот в этот момент ударить по, собственно, Сувалковскому коридору, вот ударить по странам Балтии... Быстренько, быстренько порешать. Вот. Именно из расчета, что американская армия в войну не вступит. Ну, а европейские армии, даже против нынешней российской, ну, пока что еще, по крайней мере, не сильно боеспособны. То есть, балтийские-то армии, я уверен, абсолютно будут отчаянное сопротивление оказывать, но там просто вопрос количества. То есть, там просто можно именно на каждого бойца сразу одновременно выставить по 20 русских, ну, и как бы противолома нет приема. Вот. А все, что, скажем так, вот западнее Польши, оно, в принципе, не сильно боеспособное. Как говорил, собственно, не я, а как говорил главный дипломат Европейского Союза Жузеп Боррель, что Европа выстроила бонсай армии. Вот это вот самый точный образ. Вот оно выглядит, как такое красивое деревце, но оно полметра и в кадрочке. Когда командующий вооруженных сил Бельгии, вот перед Новым годом, прямо заявил, что вот если исходить из такой войны, как в Украине, то у бельгийской армии снарядов на 18 часов боевых действий. Ну, вот это, в общем-то, очень показательно. Поэтому тут, да, поэтому на 100% я бы не исключал вариант вот такой именно абсолютно авантюрный, вот именно вот пойти ва-банк из расчета, что янки не впишутся. Потому что свою боеспособность против американской армии русские оценивают абсолютно трезво, они отлично понимают, что от них останется при прямом столкновении. А вот если они будут считать, что Европа сама, а Америка не участвует, ну, другой расклад. А НАТО? Ну, НАТО же! Ну, так вот, собственно, ключевая задача России – это сделать, чтобы НАТО не стало. А лучший способ сделать, чтобы НАТО не стало – это показать, что НАТО кого-то не защитило. Все. Если НАТО хоть кого-то не защитит, вот если ответ на любимый вопрос Путина – готовы ли вы умирать за Нарву, вот если действительно за Нарву не приедут умирать американские морпехи, то да, тогда можно считать, что НАТО нет. Интересно, интересно. Евгений, спасибо вам за расклад. Будем наблюдать и приходите еще, надеюсь, с хорошими все-таки новостями, с большего. Постараемся. Живи, Беларусь! Живи вечно! Слава Украине! Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова